Всем доброе утро! Я знаю, что все ждали Осипова, но я думаю, Петя не расстроится, что я его заменю. Я постараюсь вам причинить максимальную пользу. И, друзья, я выбил час, и не будем терять время, и я начну вам рассказывать. Собственно, я долго думал, о чем начать рассказывать, и принял решение, что буду я вам все показывать на примере клубов, стриптиз-клубов, чтобы так, ну, мозг поактивнее запоминал. Хотя на самом деле компаний у меня достаточно много, и вот здесь они представлены, ну, основные из них. И, не знаю, есть кто занимается на Викиуме? Вот, огонь, да. Значит, у меня есть компания тоже из онлайн-темы. Это компания, которая занимается онлайн-тренажерами. Вот, и я вчера, кстати, когда слушал всех спикеров, понял вообще, что я хорошо делаю и что плохо. Значит, хорошо, я научился масштабировать, и о чем я сегодня буду рассказывать, потому что, в принципе, из каждой этой ниши мы делаем какие-то, ну, просто нереальные результаты, потому что Викиум у нас посещает, там, 6 миллионов человек в месяц, 10 тысяч регистраций в день, ну, то есть на тренажерах для мозга, да. И школа йоги, там посещаемость по 5, по 6, по 7 тысяч человек в месяц. Вот, в общем, масштабирую хорошо, но ниши выбираю какие-то странные. Вот, и одна из ниш, соответственно, которая у меня есть, это вот стриптиз-клубы, которые работают как стрип-макдональдс. Вот, стрип-макдональдс, потому что нас посещает порядка 8 тысяч гостей в месяц, а ближайших конкурентов там 500-600, то есть мы вот эту тему толкнули. И вообще сам бизнес, он парадоксальный, потому что с точки зрения здравой логики он как бы не должен существовать, потому что мы единственные, ну, не то, что единственные, мы находимся в той категории клубов, где нет ни борделя, ни проституции, ничего нет, и, в принципе, модель для мужчин, она вообще абсурдная. То есть ты приходишь, как бы ничего не получаешь, еще должен деньги заплатить, удовольствие получить, как бы и уйти, да. Но на самом деле все клубы, которые у меня есть, они работают по очень глубинным знаниям психики и мозга людей. И об этом я сегодня расскажу. Но давайте чуть-чуть, чтобы в ритм войти. Кто знает, что такое каргокульт? Огонь. Кто не знает, расскажу. Значит, каргокульт — это была война с американцами, американцы воевали. И, значит, на острове были военные базы, и для того, чтобы как-то задобрить туземцев, значит, американцы скидывали им всякие ништяки. Ну, типа там еду, провизию, какие-то продукты этим туземцам. Потом война закончилась, американцы уехали, а туземцы начали имитировать поведение белых людей. Ну, то есть с целью того, чтобы ништяки продолжили падать. И вот они начали делать всякие такие вещи интересные, сжечь костры. И что самое интересное, на некоторых островах это происходит до сих пор. Есть фестивали, где они носят вертолеты и ждут, что ништяки начнут падать. И вот вообще маркетинг, мы сегодня будем про маркетинг говорить, он отчасти мне напоминает каргокульт. Потому что мы начинаем делать что-то, не понимая как бы фундаментальных каких-то принципов, и иногда получая результат, иногда не получая результат. И сегодня я хочу вот чем заняться. Значит, сегодня я хочу… Кто знает, кстати, что это за животное? Маленький олень. А? Да. Это мышиный олень. Вот. Маленький потому что мышь, олень потому что на копытах, да? И ну к чему этот вообще олень здесь? Он к тому, что если бы я сейчас вас всех собрал и сказал, ребят, давайте построим зоопарк для мышиного оленя, а до этого вы никогда не видели мышиного оленя, ваш мозг начал бы буксовать. Потому что отчасти есть у нас такой аппарат, фильтрующий систему в мозгах, который фильтрует вообще весь входящий поток нашей информации, исходя из того, какое количество семантики у нас есть в голове. И вот сегодня, ну то есть описанных слов, и происходит это все в автоматическом режиме. И вот именно сегодня я хочу вам таких вот мышиных оленей, ну просто показать. Потому что я энное количество времени назад сел и свою жизнь вот так как бы составил график, когда был какой-то рост, ну в каких-то сферах. И попытался найти, что происходило в эти моменты. И вот у меня получилось 15 таких инструментов. И сегодня я хочу рассказать о двух, может быть о трех, если я успею, в плане бизнеса. Потому что они есть в принципе и по другим сферам. Ну давайте. И прежде чем мы вообще перейдем к маркетингу, я хочу чуть-чуть вам дать мышиных оленей. Потому что не понимая о том, как работает наша сенсорная система, заниматься маркетингом я считаю вообще, ну как бы бесполезняк. О чем я говорю? Вы сейчас увидите пример. Ну вот смотрите, существует мир. Вот здесь. Значит, этот мир контачит со мной через сенсорные системы. Какие у нас есть системы? Ну как минимум, например, слух, запах, обоняние, осязание и так далее. Так вот, каждая сенсорная система, она имеет свой функциональный диапазон. Ну что это значит? Это значит, что, например, кто знает, сколько у нас глаз видит цветов? Три. Три. РГБ, да? И что самое удивительное, когда ученые начали понимать, ну искать ответ, почему три, оказалось, что это наиболее, цвет наиболее значимых для нашего выживания продуктов, ягод. Поэтому глаз как бы вот настроился на это. И смотрите, то есть происходит контакт мира через наши сенсорные системы, с нами, ну с нами, да? Дальше этот через сенсорную систему урезается уже, этот сигнал попадает в мозг, происходит дальше автоматического переработка, потом он попадает в мозг, в мозгах добавляется наш субъективный какой-то опыт, и мы наблюдаем у себя в голове какую-то реальность, и такие смотрим, мы думаем, о, класс, вообще мир так устроен, и все его так видят. Ну вот, друзья, смотрите, в чем проблема? Значит, пожалуйста, сфокусируйтесь вот здесь. У кого начнутся потом по бокам эффекты, просто руку поднимите. О, огонь, да? Ну, понаблюдайте тут. Ну, пусть пока играет, а я расскажу, что сейчас происходит. Выключили, а? Нет? Ни у кого сейчас эпилепсии не начнется. Значит, что сейчас происходит, друзья? Сейчас ваш глаз… Ну, я выключу, сначала расскажу, потом еще раз посмотрим. Значит, парадоксально, но факт. Запускать онлайн-бизнес – это волнительно и немного страшно, и мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от Акселератора. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Наш глаз видит четко область размером с мой большой ноготь. Все остальное мозг дорисовывает. И вот вы сейчас смотрите, в принципе, на черное пятно. ваш глаз практически ничего не получает никакую информацию. Но распознавание лиц – это эволюционно значимо для нас. Ну, потому что там племя, чужой, свой, да? И сейчас сигнал… То есть сейчас ваш мозг пытается из двух лиц собрать одно. Это пропускается через субъективный опыт. Если вам нравится Анжелина Джоли, там губы вырастают. Если гоблины – зубы. И это происходит все полностью в автоматическом режиме. Друзья, и если… Выключаю, да? И если… Да, то есть когда мы смотрим с примерами, это становится более понятно, чем в теории. И мозг. Ну, вот последнее из исследований. Мне, конечно, очень хочется вам много рассказать. Я так на время буду поглядывать, чтобы успеть, да? Короче. Вот здесь появилась в вашей голове мысль. Ну, когда вы поняли, например, куда вам пойти налево или направо. А вот здесь по факту было принято решение. Заранее, чем вы осознали свою мысль. В принципе, это было доказано уже очень давно. И сейчас ученые лишь пытаются померить, насколько как бы вот этот разрыв есть. Начиная там от 3 секунд до 13 секунд в разных экспериментах мы получаем результат. То есть наша система работает полностью в автоматическом режиме. И я сегодня вам об этом расскажу. Потому что когда я вот в клубах занимался маркетингом, у меня встал один очень интересный вопрос. Ко мне приходят маркетологи и говорят, давайте делать, например, ну, какой-нибудь флайер синего цвета. И вот однажды я задал вопрос. Почему синий? Ну, вот такой вопрос возник. И я понял, что существует всего несколько ответов. Типа, я так считаю. Это вообще самое дно. То есть когда маркетолог говорит, что я так считаю, это вот самое дно. Значит, потом он говорит, я прочитал в книге, получил опыт на прошлой работе. И я подумал, что а давайте так, что теперь каждая идея, которая будет вообще раздаться, пусть она под собой как-то будет иметь науку. При том, что у меня есть Викиум, и у меня, ну, нам открыли доступ во все вот эти когнитивные лаборатории. И мы немножко с этим соприкоснулись. И я сказал, что все, теперь будем только считать данные. Собственно, об этом и пойдет речь. И первая фишка, которую я хочу с вами поделиться, она, ну, как бы из категории кап, да? Но я считаю, что это одна из важнейших тем, которая позволила продрайвить мой бизнес ну, в разы. Значит, это методология управления проектами по ходе цикла. Она вообще очень простая, но есть нюансы. Потому что я сегодня попытаюсь вам дать прям максимум того, чтобы прям сегодня начать что-то делать. То есть не концептуально, а вот конкретно начать что-то делать. Вот смотрите, вы пришли на работу, ну, или не на работу, сели и задали себе вопрос, как заработать больше денег. Значит, как только вы задали этот вопрос, ваш мозг начал генерить вам ответы от минус бесконечности до плюс бесконечности. Но кто со мной согласен, что у вас идеи как бы начинают от запустить новый лендинг до запустить новый курс, да? Так вот, друзья, уникальность заключается в том, что прежде чем понять, как заработать денег, ну, или удвоиться, да, ну, надо тупо решить, что влияет на деньги. Ну, огонь идеи, да? То есть просто надо выписать показатели, которые влияют на деньги. И вот я выписываю эти показатели. Например, у меня количество новых гостей, количество ретеншн, да, то есть средний чек, количество кальянов, приватных танцев. Ну, то есть выписал все показатели. Дальше я беру показатель один. Например, количество или конверсия сайта. Ну, любой показатель. Беру один показатель и начинаю очень простую действие. Пишу гипотезы, которые могут повлиять на него. Внедряю эти гипотезы. Экшн. Собираю данные, интерпретирую данные и вот так по кругу фигачу. Значит, в чем тема? Тема в том, что у меня сейчас в клубах работает ну, примерно 800 человек. И с момента старта гипотезы до момента сбора данных максимум проходит две недели. То есть если гипотеза какая-то большая, я ее бью на подгипотезы, чтобы проверить основную гипотезу, либо ее опровергнуть, либо подтвердить. Почему? И это чисто психический, ментальный процесс. Потому что наш мозг так устроен, что он не хочет соприкасаться с реальностью. И когда мы придумываем, что нам делать, наш мозг пытается по факту результат отодвинуть, чтобы не соприкоснуть нас с тем, что мы как бы, что-то может не получиться. Когда вы переходите на работу цикличную, вы как бы становитесь погруженные в реальность. И ваш шлем неадекватности начинает трещать по швам с интервалом в две недели. И у вас как бы вы себе вот этот фреймворк создали, и у вас нет варианта пилить стратегию или лендоз полгода, и потом понять, что это никому не нужно. То есть меня этому научила как бы вот Викиум. Компания Викиум, это методология лен стартапа, где, соответственно, происходят постоянные итерации соприкосновения тебя с реальностью. Вообще то, что ты делаешь, как бы нужно или не нужно. И, друзья, смотрите, мы с вами как бы люди бизнеса, и мы с вами научились очень круто, ну, как, иногда круто внедряем, собираем данные, даже в Excel что-то можем, потом даже можем подумать, но мы начинаем запарываться с гипотезами. Потому что, когда мы пытаемся найти какую-то гипотезу, которая повлияет на результаты, начинается битва холодцов. Ну, мозговой штурм, знаете, да? То есть давайте подумаем, что влияет на результат. И вот начинается как бы каждый вкидывать свой какой-то контент. Друзья, и у меня появилась одна очень простая идея. Я сказал, что теперь любая гипотеза из 10 гипотез, которые я внедряю, 8 должны иметь под собой научную базу. И случилось, о чудо, эффективность бизнеса начала быть, ну, то есть эффективность изменений стала 8 раз, ну, больше. Почему? Потому что каждая гипотеза, которая внедрялась, была уже где-то протестирована. И это тоже ментальный процесс. Потому что наша психика нам говорит, что мы самые как бы вот гениальные, что мы должны что-то придумать. Друзья, уже, ну, в мире столько всего придумано, что, в принципе, можно использовать готовые варианты. О чем речь? Методология понятна, да? Показатели, гипотезы, две недели максимум, значит, где две недели, значит, там MVP, то есть минимальная версия продукта или каких-то действий и постоянное тестирование гипотез. Так вот, друзья, я вас призываю к тому, чтобы те гипотезы, это вот первая тема, которую я хочу у вас сегодня, с которой я хочу оставить, чтобы те гипотезы, которые вы начнете тестировать, имели под собой научную базу. Кто знает Канемана? Так, понятно, значит. Не, не к тому, что это плохо-неплохо, я просто думаю, как вам проще объяснить. Значит, ну, вот это какой цвет? Не, ну, хороший синий, вот. Ну, друзья, давайте без этих времени будем терять. Ну, белый, здесь тоже белый, и вот здесь белый. А корова что пьет? Ну, короче, друзья, вот. Вот после таких, знаете, штук, которые я вот наблюдал там, ну, все тоже, не то, что я как бы я сказал что-то другое, я сказал то же самое, да? Я понял, что мне вообще стало удивительно, как как бы бизнес получился, знаете, то есть мы сидим, вроде не спим, да? Вроде простой вопрос там. А корова пьет молоко. Ну, окей. Значит, что сказал Каннеман? И над ним все очень долго ржали, а потом он сказал, что, ребят, а почему ржали? Он говорит, что у нас в голове есть две системы, система автопилота и пилот. Система автопилота принимает 90% решений, а система пилот подключается в жизненно важных ситуациях, угроза смерти, там, и решает действие. Над ним все ржали до тех пор, пока не промерили это на МРТ. Как только промерили это на МРТ, дали ему Нобелевскую премию. Значит, ну, вот смотрите. Посмотрите, просто. Вот Нобелевская, как бы его доклад состоял из этих квадратов. Нет цели ваш надурачить. То есть цвета посередине одинаковые. Ну, кто не верит, может потом там в интернете найти, фотошопом померить, да? То есть вот этот квадрат и вот этот, они как бы одинакового цвета. Но за счет того, что орелы разные, они как бы, ну, воспринимаются по-разному. Только смотрите, в чем парадокс. парадокс в том, что несмотря на то, что вы знаете, что они одинаковые, ничего не меняется. То есть ваша система продолжает работать полностью в автоматическом режиме. И, ну, хорошо. Вот сколько здесь точек? А может их нет? Куда они исчезают тогда у меня вопрос? Ну, как бы поржали, это все круто. Но вопрос, при чем здесь бизнес? Смотрите. И сейчас мы как бы не про эго. Потому что если кто-то знал кейсы, давайте помолчим, чтобы остальные подумали. Какая женщина более симпатична? Кто считает, что это вторая? Ну, давайте не будем думать сильно. Ну, как бы результаты опроса показали, что 80% считают, что она более как бы симпатична. Почему? Огонь в глазах. Ну, правильно. Тут зрачки расширены. Если у девушки расширены зрачки, она либо сильно возбуждена, либо сильно боится. Но так как она улыбается, мы считаем, что как бы ей хорошо. Да? Ну, вот смотрите, что происходит дальше. А здесь? Ваш мозг уже выбрал. Он сказал, что вторая женщина кажется более свежей. Ну, кто согласен, что у нее контраст другой? И пропорции. А? Не, они не одинаковые. Не, ну не надо как бы здесь пытаться найти какой-то подвох. Да, мы смотрим. Так, лайтовая. Короче, здесь тоже 80% приняли решение, что она более симпатична. Почему? Глаза. Да. Но вы даже оттуда не видите, что с глазами. Потому что вокруг глаза вот здесь есть черный ободок, который говорит о том, что девушка находится в детородном возрасте. И ваш мозг автоматом как бы ее убирает. Теперь вопрос. Вопрос. К вам приходит дизайнер, который нарисовал баннер, на баннере есть лицо. Если вы внедрите у себя мышление как бы кратного роста, а это не какое-то одно действие, это принцип мышления, то вы берете этот баннер и задаете дизайнеру вопрос. Дружище, а почему здесь такое лицо? Он говорит, ну просто мне нравится. Я так считаю. Значит, вы смотрите на баннер и понимаете, что у баннера есть показатель. Например, CTR. И вы говорите, я сейчас придумаю гипотезы, которые повлияют на этот баннер. Заходите в Google, набираете вопрос, как сделать лицо более симпатичным и находите кучу исследований. Глаза, пожалуйста, можете сопоставить, не знаю, всех известных людей в одно лицо, и кликабельность баннера начинает возрастать. То есть вот это управление по циклам, оно фокусное. То есть вы можете решать как бы эффективность баннера или, например, запуск нового направления. Без разницы, что вы будете делать, и задача не научиться, ну как бы не впитать в себя кучу вот этих всяких кейсов, фишек, а впитать в себя одну ключевую идею. Вы тестируете гипотезы, каждую гипотезу, которую вы тестируете, по возможности гуглите, чтобы, соответственно, найти вопрос, было ли какое-то исследование, которое ее подтверждает либо опровергает. Ну давайте дальше. Например. Гримерка, как навести порядок? Кто знает, пожалуйста, молчите. Какие идеи? Чек-лист. И вот, друзья, знаете, вот у меня это примерно как с Канеманом. Потому что правильный ответ сейчас сказать. Надо задать вопрос куда? В гугл. Зачем вы думаете? То есть вы сейчас вы сейчас воспроизводите то, чего в вашей голове нет. Ну реально, у кого есть кейс внедрения чего-то в гримерках, чтобы там стало как бы чисто? Ну хорошо, у кого-то есть. Окей. Окей. У кого-то есть. Но если задать вопрос в гугл, получим вообще кучу ответов. Среди них самый простой и малобюджетный. Повесьте глаза. Когда за людьми наблюдают, они ведут себя более ну как бы хорошо. Поэтому, мне кажется, у всех висит сами знаете кто в кабинетах. Ну я так думаю, что неспроста. Вот, попробуйте. На самом деле, если есть кухня, маленькие, ну маленькие там осознанные дети, если вы где-то повесите глаза, причем в зоне просто прохода, то люди будут за собой мыть посуду там, потому что мы ведем себя этично, когда считаем, что за нами наблюдают. Это не я придумал, это в гугле написано, да? Есть целое исследование. Ну окей. Это пропустим. Короче, друзья, не хочу на этой теме долго останавливаться, потому что есть еще более интересная, глубокая тема. Я хочу просто сказать, что вот я, когда дизайнеры ко мне приходят и говорят, мы сделали кнопку синюю. Надо задавать вопрос, почему. И вот я погуглил, заняло ровно 10 минут. Теперь смотрите, мы не будем на этом останавливаться. Кнопка должна быть контрастная. Друзья, вот сверху, дата какая стоит? Это было известно, сколько еще? 15 лет назад проведено исследование, что кнопку надо делать контрастно. Это никакой не креатив, это никакие как бы не знания. У меня таких примеров, вот, пожалуйста, должен текст отставать от кнопки, 2001 год. Кнопка должна быть обведена, потому что в 1972 году происследование, еще интернета не было, знаете как? Потому что все выключатели имели ободок, и люди привыкли как бы давить там, где есть ободок. Да? О, Петя Осипов, сейчас бы меня понял. Надо смотреть на кнопку. Ну, друзья, 15 лет назад это было происследовано, да? Это что, какие-то, ну, то есть примеров таких, я даже на них просто останавливаться не хочу, потому что задача не найти какой-то конкретный пример. То есть можно научиться приему, а можно принципу. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли принцип того, что гипотезу, если вы вставляете тарифный план, тарифный план, ну, загуглите на английском языке, и вы увидите, что когда человек, когда вы человеку даете оптимальный тарифный план и просите из него вычеркнуть того, что не надо, при этом стоимость уменьшается, человек выберет, человек будет гораздо больше, чем когда он набирает тарифный план, и у него стоимость возрастает, потому что есть зоны боли, и здесь вы как бы выкидываете, у вас цена понижается, и у вас мозг, ну, как бы, чувствует себя нормально, а здесь цена увеличивается, вам становится плохо, да, ну, то есть, ну, друзья, в 1974 году это было понятно на примере пиццы, когда давали пиццу и просили, типа, выкинь, что тебе не нужно, или собери, что тебе нужно, и вот там, где нужно было выкидывать, средний чек был там в разы больше. Не хочу на этом останавливаться, поэтому мы это проскочим, ну, товары должны быть с людьми, да, 2012 год. Если даете скидки, не пишите, что, ну, как бы, не оставляйте поле, потому что люди, у которых нет, скидки конверсии будут падать. В 1954 году они протестировали. Последний кейс, переходим к другой теме. Или предпоследний. Значит, просто еще один из примеров бизнеса. Просто как, приходит маркетолог и говорит, значит, я придумала, ну, вернее, я ей дал показатель, значит, да, вот тебе показатель, retention, ну, возврат, да, значит, придумай гипотезы, которые будут влиять на это, и приходи ко мне. Значит, вот она думала, 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 приходит и говорит, все, гениально, я придумал, значит, есть кейсы Starbucks, значит, уже мозг соображает, значит, вот нужно делать, вот два дизайна, значит, это для тех, у кого жены есть, значит, это у кого, как бы, у кого нет. Значит, ну, окей, как бы, ну, вроде нормально, да. Ну, друзья, задав вопрос в Google, опять имея вот это мышление, которое постоянно нацелено на повышение эффективности каждого элемента, я понимаю, но это же элемент, элемент, по нему будут возвраты, да, просто задаю простой вопрос в Google, оказывается, что в 60-х годах было исследование на автомойках, которое сказало, что если две первых заклеишь, то по ним возврат будет больше. Ну, вот, но меня это сильно удивило, хотя психологически это понятно, это гештальт, тут много психологов, вы знаете, что это такое, да, психика стремится доделать незавершенные дела, вот, и я в разных клубах потестировал, реально возврат, ну, там, в два раза больше. То есть, понятно, что это как бы в целом, ну, мелочь, но когда ваше мышление постоянно нацелено на эти улучшения, и вы не просто делаете улучшения, а вы вероятность внедрения этих улучшений увеличиваете просто в разы, потому что каждая гипотеза, которую вы внедряете, она имеет под собой какое-то научное исследование, наступает satisfaction. А, сейчас пока не включайте. Видео. Значит, друзья, давайте подведем итог первой темы. Значит, если вы над чем-то думаете, надо выделить показатели, которые влияют то, над чем вы думаете. Дальше, к каждому показателю вы должны придумать гипотезы по модели хади-цикла, то есть гипотеза, внедрение, сбор данных, интерпретация этих данных, обязательно, как что изменилось. Сама длина этого цикла максимум две недели. Это очень не хочется делать. Мозг будет всячески как бы саботировать это. Но вы попробуйте, потому что это погружает в реальность. И сами гипотезы, сами гипотезы, должны опираться на какие-то научные эксперименты, ну, хотя бы в большей массе. То есть, понятно, для интуиции оставим там место, но в большей массе, чтобы они опирались на какие-то штуки. Уже про исследование. путем просто задания в Google вопрос. Вы удивитесь, какое количество социальных исследований было проведено, и здесь лишь вопрос, правильно формулировать вопрос, чтобы правильно формулировать вопрос. Значит, кто видел это? Молчите. Значит, сейчас мы попробуем запустить, если не будет работать, мы запустим по-другому. Значит, вы можете включить. Там чуть-чуть пауза идет. О, музон. Значит, наша задача сейчас найти, кто убийца убил этого чувака. Я буду вам переводить. Ну, типа, кто-то завалил этого чувака, я сейчас буду спрашивать, кто где был. А вы мне говорите, кто где был. Я мыло половник. Я подсвечники там чё-то с ними делал. Я сажал пятюни. Выбирайте, кто убил. Оп, все выбрали. Ее. Я шесть месяцев искал ответ на этот вопрос. Почему выбрали ее? Знаете, почему? В это время года не растут эти цветы. Но. Но. Вопрос в том, что происходило, пока мы это смотрели. Вопрос в том, что... Вопрос в том, что... Ну вот как-то так. Друзья, вообще это да. На самом деле это один из главных вопросов, которые нам нужно с вами понять. Что существует мир, который взаимодействует с нами, и происходит автоматическая фильтрация, исходя из той цели, фокуса, которая у нас есть в настоящем моменте, исходя из некого будущего, которое еще не наступило, это Анохин описал этот механизм, называется афферентный синтез, что как бы будущего еще нет, но я вам сказал, давайте попробуем найти. Этого будущего нет, но это будущее присутствует сейчас как некая информационная цель о будущем. И через призму этой цели мозг в автоматическом режиме отфильтровывает только то, что попадает туда. Так вот, друзья, мы сейчас говорим про маркетинг, и не понимая, как происходит фильтрация у ваших потребителей, я вообще не понимаю, как маркетинг получается. И мы сегодня чуть-чуть об этом поговорим. Мы сегодня чуть-чуть об этом поговорим. О том, как у разных людей происходит фильтрация входящего потока информации, как они вообще смотрят на мир с точки зрения… Попробую я вам сразу сегодня параллельно, ну как бы две темы задать. То есть первое, как это использовать в маркетинге, и как это использовать для автоматизации, ну в том числе, когда вы набираете команду. То есть попробую два параллельно вектора вам, ну потому что время мне не дали, но я попробую два вектора вам параллельно дать одновременно. Это все нормальные люди. Все люди огонь. Значит, мы смотрим лишь малую часть, но этой малой части, в принципе, будет достаточно для того, чтобы перевернуть ваш маркетинг и начать работать с утройными конверсиями. Значит, о чем речь? Речь вот о чем. Значит, это теория акцентуации психиатрии. То есть не human design, ничего. Это психиатрия. То есть медицинская тема. Значит, о чем речь? Значит, вот психиатры, не психологи, а психиатры, которые лечат людей таблетками, они сказали, что есть некая шкала. Вот такая. Значит, здесь типа норма. Здесь акцентуация. По-русски говоря, это проявление черты характера. Значит, здесь пограничное расстройство. Здесь расстройство психики. Вот в норме типа никого нет. То есть если человек в норме, то это человек, лишенный каких-то мотивационных систем, он сидит. Сидит, лежит, смотрит. То есть вот психиатры пытаются людей перевести в состояние такой нормы. Акцентуация – это какие-то проявления характера. И оказалось, что… Ну, и все, что оказалось. Один из взглядов на это – то, что вот эта акцентуация, то есть характер формируется всего из-за двух векторов. Значит, первый вектор – это сила или слабость нервной системы. Мы сейчас поговорим, о чем это. И второе – то окружение, в котором, соответственно, ребенок воспитывался. И вот сила или слабость – это то, насколько нам удается терпеть сигнал, который выше, чем наша функциональная система. Очень умно звучит. По-русски это происходит вот так. Вот у кого как бы что-то внутри произошло. То есть сигнал в ухо сейчас был больше, чем функциональный диапазон, и там как-то передернул. Кто-то вообще ничего не заметил. И это разное. И это сила или слабость нервной системы, но не в плане как бы что это хорошо, это плохо. Это просто тип реагирования на сигнал. То есть называется не очень корректно. Типа это сильные, это слабые. Нет. Это к этому не имеет никакого отношения. Но вот смотрите, мы с вами начнем с желтых. Как это происходит? Вот рождается ребенок, и он родился, и его все любят. Ну, то есть каждый день его воспитывают в празднике. Мама, бабушка, глаза открыл, как бы все, огонь всегда, любовь. Потом этот ребенок приходит куда? В садик. Приходит в садик, а в садике как бы ни у кого особо праздника нет. И вот ребенок, имея предрасположенность слабой нервной системы, мы сейчас поговорим, почему это важно, он его психика в автоматическом режиме принимает истероидную акцентуацию. То есть по-русски говоря, это демонстративная модель поведения. То есть ребенок считает, что когда, чтобы на меня обратили внимание, мне надо что-то, получить обратную какую-то связь от мира, и по ней я сделаю оценку о том, что вообще происходит. Дальше этот ребенок вырастает, зарабатывает, например, денег, и идет какую машину покупать? Красную. А если нет денег, и у него лада, то лада начинает быть вот с таким глушителем, стонированная, которая черпает там брюхом. И эту методичку, кстати, если у вас есть какой-то чат, можете не фотографировать, я вам ее скину в онлайне, она есть. И вы потом полистаете, потому что в конце вы узнаете, почему это надо листать. Значит, вот смотрите. Что здесь важно? Демонстративная модель потребления. То есть истероид смотрит, вот призма цели, помните, с которой мы как бы начали? У него призма цели, через которую он отфильтровывает абсолютно все коммуникации. Звучит примерно так. Тот товар, который я куплю, позволит ли мне стать лучше в глазах других людей? Я сейчас очень утрирую, но как бы я покупаю товар, услугу, курс, для того, чтобы окружение, в котором я находился, дали мне обратную связь о том, что я как бы красавчик. Демонстративная модель поведения. Значит, вот эта разрывная концепция, она тоже очень простая. Значит, представьте, что это фотоаппарат с кучей пикселей. И вот истероиды имеют как бы многопиксельное восприятие мира и многоконтрастное от белого там до черного. Что это значит? Это значит, что если мы работаем с каким-то продуктом, который мы упаковываем, или наши потребители истероиды, значит, эти потребители очень круто поймут логотип с вензелями. Ну как бы там то, где очень много мелких деталей. Потому что его матрица как бы многоячеечная. То есть он мир видит в деталях. Понимаете, вот логотип много и там с вензелями, с какими-то. Контрасты вообще, сейчас мы примеры посмотрим, которые у обычных людей вырви глаз, да, а он норм. То есть потому что у него психика как бы очень такая чувствительная, и он все вот это понимает. Значит, что здесь важное? Значит, важно вот что. Первое, демонстративная модель поведения. Мы посмотрим сейчас с примерами. Второе, то, что мир видит пиксельно. И третье, что он может недолго делать сложную работу. Это про команду. Параллельно еще один вектор. Значит, почему недолго? Это очень просто понять. Значит, недолго, потому что у него тип нервной системы слабый. Почему сложную? Потому что пиксельность позволяет ему погрузиться во все детали этой темы. Значит, кто эти люди? Продажники. Например, хороший продажник, он как бы истероид. Он приезжает, недолго как бы зажигает. Зажигает не просто поверхностно в деталях. Приезжает потом в офис и должен что делать? А мы заставляем его что делать с CRM-системой? Отчет писать в CRM-систему. Это смерть для продажника. Потому что для него делать монотонную работу долго, ну как бы фактически больно для мозга. Потому что у него мысли топлива как бы не хватает на то, чтобы делать долго эту тему. Значит, ну давайте посмотрим, как, например, для них писать текст или там e-mail. Это все очень понятно. Смотрите, логика здесь вообще, она как бы железнобетонная. Длина письма, коммуникация, лендинга, всего чего угодно. Короткая. Почему короткая? Мозга топлива мало, да? То есть как бы не может он долго читать что-то. Почему речь должна быть насыщенная сильными словами? Ну потому что он сам такой. То есть через новизну, через уникальность, через ультра. Вот это смерть для истероида. Безопасный, экономичный, как у всех. Добавишься в сообщество, где будет 10 тысяч человек, да? Ну типа вы что? Примеры. Значит, опять же, мы сейчас смотрим принципы. Ну не e-mail рассылки, а в целом концептуально. Потому что вообще не важно, что вы делаете, если вы понимаете принципы. Значит, почему левое письмо – огонь для истероида? Просто прикольно. Смысла нет никакого. Просто что-то ездит. Все шлют, где не ездит, а у вас ездит. Ну потому что новат, ну то есть вот как бы логики нет, ну в смысле логика есть, но просто прикольно. Вот смотрите. Ну, понятно, да? Там исполни рекомендации для тебя. У тебя совершенно бессмысленные картинки. Истероиды окей. То есть у них как бы «стань чемпионом, супермен». Все заходит. Ну вот контраст, например. И вот смотрите, что… Ну то есть из-за того, что матрица высокоячеечная, истероиды норм понимают вот эту тему. Вот смотрите теперь друг на друга. У кого это норм? Ну как бы не вызывает боли какой-то, да? А кому прям противно смотреть? Вот смотрите. Смотрите, в чем заключается парадокс, который я хочу вам сказать. В том, что нас приучили… Ни в коей мере как бы я не против маркетинга, да, я за маркетинг. Но нам… Те данные, которые нам транслировали, я считаю, немножко устарели. Потому что деление людей по соцдему, типа полвозраст, интерес, ну может не совпадать, мягко говоря. То есть живут две женщины, идут покупать матрас. И вот одна женщина идет короткостриженная, в красной лаковой куртке с сумкой, идет всем, раздает пинков, ей там 35 лет, с двумя детьми, спортом увлекается, книги читает. А вторая идет в сером пальто, вот Тургеневская женщина, мы ее сегодня тоже коснемся. Она идет, так, спокойно, тихо разговаривает. И вот классический маркетинг, ну пытается нам сказать, что это люди одного соцдема, одного интереса, потому что это спортом занимается, это книги. И выбор у них они делают одинаково. Так вот, друзья, как бы это чисто логически даже понятно, что это не так, что нейрологика покупательских решений у них совершенно разная. Так же, как может быть совершенно одна, при том, что они совершенно из разного соцдема имеют разные интересы. И мы с вами сейчас смотрим, как аудиторно разделить людей по нейрологике покупательских решений. Ну давайте дальше. Ну, коммуникации для истероидов. Вот шрифт, видите, как бы с загогуленными, понимают. Типа приведи друга, приведешь трех друзей, ты получишь только такую карту, которая будет только у тебя, все друзья обзавидуются. Ну, утрирую специально, да, но понятно, о чем речь. Значит, это вот истероиды. Давайте дальше. Значит, рождается ребенок, и у ребенка хорошая сильная психика, ну, в смысле не хорошая, сильная. Это ни лучше, ни хуже, да? И у ребенка взрослые осознанные родители, они начинают ребенка воспитывать по KPI. Типа в бассейн сходил, шоколадку получил, пятерку получил, машинку купили. И вот вырастает ребенок, потом возрослого, который без цели не может жить. Ну, то есть ему постоянно надо иметь какую-то цель, чтобы ее достигать. Достиг в одном, начал в другом. То есть постоянно человек движется, как бы по модели KPI каких-то, да? Значит, и здесь его вот эта фильтрующая система, она кардинально меняется, потому что он уходит в утилитарную модель потребления. Что такое утилитарная модель потребления? Это значит, тот товар, который я покупаю, позволит ли мне достичь моей цели. Значит, ну, о чем это речь? Приходит человек истероид, и шизопараноик, например, в магазин покупать кроссовки. Истероид берет красные кроссовки, чтобы в парке его заметили, и он мог с ними познакомиться, или хвастануть ими. Шизопараноик смотрит на кроссовки с одной целью. Помогут ли эти мне кроссовки пробежать марафон? Поэтому главное, чтобы они были качественные, а по сути практичные, а по сути удобные. Да, с позиции удобства. Значит, у этих людей, типа людей, начинается сужаться ячейчность матрицы. Поэтому, если мы создаем продукт для людей, которые идут по своим целям, а мы им даем логотип с вензелями, ну, как бы, эта коммуникация ими игнорируется. Ну, вот, например, как это понять? Вот, ну, у меня папа такой. Значит, вот если дома розетка сломалась, это просто для меня боль, я везде это рассказываю, потому что реально боль. То есть вот сломалась розетка, ну, обычная, да, значит, папа надо купить розетку. Значит, он едет на Пражский рай в Москве за этой розеткой. Значит, процесс выбора розетки занимает примерно 8 часов. Значит, а вчера он что делал полночи? Читал отзывы. И это, ну, как бы, ну, круто, наверное. Вот он приходит за розеткой, к нему выходит продавец, вот, предыдущий. Он говорит, что хочешь? Блин, ну, у меня розетка сломалась. Класс, каким цветом обои? Красные, ну, там, синие. Ну, купи красную. Последняя коллекция. Он говорит, ну, как бы, я сейчас это вот с ушей сниму. И теперь ты мне, уважаемый друг, ответь на вопрос. Значит, я прочитал и изучил, что в Китае есть там два завода, на которых делают розетки. Значит, один в Шэньчжэне, второй там в каком-нибудь Гонконге. Значит, да. Значит, типа, в Шэньчжэне напыление на контакты больше на 0,2 миллиметра. У вас где делают? Он говорит, ну, давайте подарю ее, что ли, там. То есть, ну, коммуникация совершенно, как бы, разная. Да? То есть, ну, в разных, разные вот эти слои реальности. И человек смотрит на мир через утилитарную модель потребления. Контрасты у него уже сужаются. То есть, вот эти все вензеля он не понимает. Все коммуникации, связанные с тем, что, типа, ну, коммуникация, которая не дает ему понять, свяжется ли его покупка с его достижением цели, как у истероид, типа, поедешь на Мальдивы, все друзья обзавидуются, да? Нет, такая тема не прокатится. То есть, мне надо знать, какой номер, сколько подушек, ну, вот, все деталюшки, какой завтрак, во сколько завтрак, во сколько ужин там. Ну, то есть, модель поведения, она совершенно другая, да? И смотрите, что касается команды. Это люди могут делать долго сложную работу. Сложную, потому что матрица восприятия им позволяет, ну, углубляться в детали, долго, потому что, ну, как бы, чик-чик, чик-чик, да? Вот у меня партнер такой. У нас каждое утро в 12 часов надо отправить график, ну, вот этих оплат. Ну, кому платить, кому не платить там, да? Значит, мы пробовали все делать. Меня хватило вообще на чуть-чуть, еще другого тоже на чуть-чуть. Короче, мой партнер делает уже там, сколько, 9 лет? Ну, как бы норм. Ровно в 12 график отправляется. И он, конечно, ну, такой прям интересный у меня партнер. Он в Египет, например, ездил, там, пока его не закрыли, 8 лет подряд в один отель к одному бармену. И расстроился, когда Египет закрыли, мы ему глобус подарили. Я говорю, Саня, ну, типа, мир, он, как бы, объемный, да? А ему норм, ну, что есть, как бы, реально нормально, потому что приезжает, он все знает, все расписания, детали, там, сигару ему сделали, там, и так далее, да? То есть совершенно разная тема. Значит, ну, коммуникация. Что про коммуникацию с ними, да? То есть текст, который они готовы воспринять, или любой спич, коммерческие предложения, все что угодно, ну, становится длинным, потому что его психика позволяет достаточно долго это все воспринимать, да? Значит, речь, ну, насыщена сложными словами. Почему сложные? Потому что он хочет понять все, как бы, вот эти детали, да? Изображение, помогающее понять суть, не просто ты, как бы, чемпион уедешь в Таиланд, да? Суть, что конкретно, до, после и так далее, да? Цвета понятны, сетей сделать свою жизнь удобнее через потребление наших товаров. Хорошие слова. Удобный, функциональный, практичный, дисплей, там, ну, все детали, детали. Не будем на это останавливаться, это все посмотрите потом сами. Ну, вот пример писем для шизопарноиков. Ну, как видите, да? Before, авто, было, стало, черным, по белым, все четко, все понятно. Подогрев. Опять же, мы сейчас, вот, как бы, про карго-культ начинали, я хочу вам передать суть, потому что за всем есть определенная суть. Вот рангкипер. Очень это логично. Значит, в рангкипер, это же приложение, да, для бега. Значит, оно имеет платную подписку. Значит, вот теперь вопрос. Как вы считаете, кто больше будет им приносить денег? Истероид, который поставил это приложение на месяц, или шизопарноик, который, ну, как бы, бежит долго, да? Ну, естественно, как бы, шизопарноики. Поэтому их контентная политика ничего тебе не продает. Она тебе информирует деталями. Как там бег влияет на диабет, я не знаю, там, что делает школа, да? То есть ничего не продают. Они тебе дают детали, почему бег, ну, как бы, для тебя важен. Есть еще один аспект у шизопарноиков. Это то, что они очень неохотно переключаются с какого-то цикла. У меня была e-mail рассылка, мы уже ее там переделали, но не суть. Значит, в каждом письме девушка раздевалась, потом звала следующую, следующая раздевалась, и так там полтора года. И, как бы, это работает, естественно, потому что каждый день во вторник в 12 часов дня он получает письмо, и они не кончаются, да? То есть, ну, как бы, вот, цикл идет, 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 идет. То есть это одна, да, одна из тем, которых, ну, как бы, им заходит. И вообще, вот, ну, нейромаркетинг, наверное, уже слово такое сбитое, да? Скажем, правильный маркетинг – это тот маркетинг, который делается для людей в том функциональном диапазоне, в котором каждый из них находится. Не с попыткой там проманипулировать кому-то, да? Но это как с китайцем. Если, как бы, китаец говорит на китайском, да, то надо с ним говорить на китайском, а не на, там, каком-то русском, да? И вот понимание того, что есть такие люди, как эпилептоиды, позволяют нам посмотреть на них в разрезе, например, матрицы нервной системы. Почему? Потому что, к сожалению, большее количество населения России – это вот двухшаговые люди. Неплохо это. Ну, как бы, неплохо. Это просто надо понимать. Значит, это люди, которые имеют тоже крепкую нервную систему. Значит, живут они в парадигме «я начну на тебя орать быстрее, чем ты на меня, потому что я хочу замочить тебя первым, потому что предполагаю, что ты замочишь меня». Ну, то есть, ну, знаете, человек заходит, орать начинает, думаешь, что ты орешь. На самом деле, ему настолько, как бы, вот внутри страшно, что он делает такт агрессии на опережение. Значит, почему людей, ну, много? Потому что, когда люди живут в ресурсах, ну, условно, как кактус. Вот живет человек как кактус. Представим, что человек – это кактус. Вот кактус живет, он не знает, будет дождь, не будет дождь. То есть, как бы, непрогнозируемо. Поэтому, когда непрогнозируемое получение ресурсов, кактус что делает? Он пытается накопить. Поэтому эпилептоиды пытаются накопить. Что значит накопить? Это значит дать поменьше, получить побольше. Это значит дайте мне скидку или все бесплатно, или все, или нагрузите меня дополнительными какими-то ништяками, которые даже непонятно нужны мне, не нужны, да? Но дайте мне какие-то супер-оферы. При том, что модель их видения мира, она черная-белая. Да, нет, встал, вышел, пошел, сел. То есть, как бы, вот такая двухтактовая. Ну, смотрите, что происходит по факту. Пропустим это. Ну, вот, например, люди могут не понять, что это видос. Ну, кроме шуток. То есть, потому что модель видения мира очень, как бы, такая, да, нет, черная-белая, да? Поэтому рейтинг, товар года, social proof, социальные доказательства, 14 тысяч уже с нами, вот эта же скидка, нажми, чтобы посмотреть, красная-белая, то есть все, как бы, по делу. Ну, вот, например, одна из моих коммуникаций в клубе для людей такого типа, да? Сколько будет стоить отдых, скажите мне? Вот, пожалуйста, выбери, значит, там, типа, VIP. Не VIP, люкс, не люкс, значит. Если обычный, 2945 рублей рубчиков будет стоить. Значит, если ты VIP, эпилептоид, значит, 8020 рублей. Значит, один раз, вот это со мной только один раз было. В Сколково показывал этот слайд. И чувак, ну, рвется прям, говорит, можно вопрос задам? Я говорю, конечно. Он говорит, здесь посчитано неправильно. Прикинь. Я говорю, ну, ты понял, кто ты, да? Он говорит, ну, понял. Слушай, никто, никто, он досужился это пересчитать. Вот, ну, давайте дальше. Значит, вот, смотрите, мы переходим к сути. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось, ребят, 10 минут и заканчиваем. Значит, переходим к сути. Почему в конкурсе красоты для эпилептоидов победила Николь? Красивее понятно. Что для них красивее? Когда модель восприятия мира двух, как бы, ну, контраст нужен, понимаете? То есть должно быть что-то, как бы, либо совсем большое, либо совсем маленькое, да? То есть именно поэтому в чем, ну, почему клубы-то работают? Потому что каждый из клубов, которые у меня есть, они работают под свой психотип. Да, и в клубе, например, для эпилептоидов каблуки должны быть какие? Ну, высокие. Музыка как должна? Громко. В караоке пойдут? Ну, пойдут, конечно, потому что живут, как в последний раз, да? Когда решают, как бы, тратить. Поэтому у меня еще в клубах есть такой коэффициент Тагила, то есть меряется количество внештатных ситуаций в каждом клубе. Ну, здесь какой коэффициент будет? Максимальный. А не то, что там драки каких-то, уже такого нет, да? То есть это не то, что какие-то бодлоны прям. Нет, это хорошие люди, но наспорт с друзьями снять майку и пробежать, как бы, по сцене, пока за ним охрана бежит. Ну, как бы, вообще не вопрос, да? Личный бренд строит. Личный бренд строит, да. Хорошо. Мы сейчас коснемся этого еще. А? Да, то есть, как бы, вариативность поведения совершенно может отличаться. И у нас… Я говорю, мы их рассматриваем сейчас с точки зрения маркетинга очень упрощенно, да, что я подведу итог потом, что конкретно делать. Сейчас доделаем. Значит, психостерники, которых тоже стоит рассмотреть, то есть это тургеневские женщины, это люди, которых пытались воспитать очень, ну, короче, где родители пытались и своих детей сделать тем, кем хотели быть родители. А ребенок такой смотрит, говорит, да отстаньте вы от меня, я не хочу там ни красить, ни рисовать, ну, просто хочу, чтобы меня любили, да. Поэтому, когда такие люди вырастают, у них фильтрующая система, вот эта, через которую мир воспринимают, пожалуйста, ну, называется безопасность. То есть если ее переформулировать, я хочу понять, то, что я куплю, ну, смогу ли я ощущать себя более безопасно. Что это значит? Это значит, начиная от healthy food, который покупается не с целью быть модным, как первый вариант, да, а с целью подольше прожить. Это участие, типа, заплати деньги, приходи к нам, мы за тебя отвечаем, в наше сообщество. Пожалуйста, да, то есть, ну, я не один, я в сообществе. И вот матрица этих людей, она сходна с астероидами, то есть потому что люди очень чувствительные, они видят мир, ну, как бы очень тонко, да, но при том, что они не держат контрасты. То есть красное на белом для психостейников, ну, как бы так больновато, да, то есть нужно что-то более нежное. Поэтому плохие слова для работы с этим сегментом. Яркий, индивидуальный, модный, новейший хит, много рекламных слов, подробные спецификации, то есть это как бы ни о чем. А хорошие слова — это бархатный, нежный, теплый, аккуратный, с тоненькими нотками яблок, да, то есть, ну, как бы вот это все понимается. Значит, ну, вот пример. То есть такая очень нежная коммуникация, да. Теперь, ну, например, приходит ко мне в клуб, два человека собираются идти, эпилептоид и психостейник друг у него, Гоша такой какой-нибудь. И вот Гоша говорит, Саша, а вдруг нас там разведут? А может, это чаевые? А может, это бордель? А вообще вдруг не пустят? Я не знаю, как себя вести. А Саша ему говорит, в Москве нет ни одного места, куда меня не пускали. И если они попытаются меня развести, то я разведу там так всех. Гоша, не бойся, пошли со мной. Да, то есть, ну, вот фильтрующая система совершенно разная, да. И последний слайд, и мы с вами заканчиваем. И здесь самая суть. Значит, мы разобрали с вами четыре типа. И у каждого из этого типа есть вот своя, как бы, вот та цель, через призму которой он отфильтрует, отфильтровывает весь входящий поток в себя информации и принимает решение о том, что ему делать с этими товарами, курсами и чем-то там еще. Значит, мы посмотрели… Сейчас я еще хочу полезную вам… Ну, слово ужасное, но тема полезная. Значит, убэп, видите, написано. Это те главные доминанты, через призму которых потребители смотрят на вас, на ваш продукт. То есть убэп – удобство, безопасность, экономия, престиж. Очень просто запомнить. Убэп, да. Значит, удобство – шизопараноики, безопасность – остеники, экономия – эпилептоиды, престиж, красные машины, да. Значит, теперь смотрите. Человеческая психика так устроена, что если я сейчас попрошу вас выбрать картинку, которая вам нравится, вы выберете то, что соответствует вашему типу нервной системы и вашему психотипу. То есть вы не можете выбрать то, что вам нравится, то, что не соответствует вашему типу нервной системы. И здесь кроется много парадоксальных вещей. Смотрите, давайте просто разберем коммуникации. Ветеран, если ты отдыхаешь, то на всю катушку тип такой стоит, баксы. Один раз в клубе я стою, у нас там происходит типирование. Человек листает вот это. Ну, тест проходит нам в игровой форме. И такой, типа, фигня какая-то, фигня. Так это ж силя. Вот как только он сказал, что он силя, мы сразу понимаем, что с ним нам делать. То есть что значит понимаем, что делать? Клубы у меня устроены таким образом, что когда, ну то есть вы сначала на уровне маркетинга отфильтровываетесь в тот клуб. Значит, когда попали в клуб, пока вы идете, вас отфильтровывает еще ваш психотип-система, вы сели за столик, у нас на мониторе горит, кто вы. Значит, с другой стороны, у нас протипированы девушки по атрибутам. Умная, не очень умная, веселая, грустная, спокойная, неспокойная там и так далее. Вот как только, например, сел силя, значит, мы как бы матчим результаты. Потому что мы знаем, что к нему должна подойти девушка, ну как бы грустная или веселая? Ну, веселая. С большими параметрами или с маленькими? Большими, да? Ну, как бы все вот уже очень логично, да? Хорошо. Давайте посмотрим теперь, например, на хулигана. Девушки меня точно запомнят. Кто это? Истероид. Смотрите, нестабильные конструкции, треугольники, одежда тройка, ну, просто так там люди ее не одевают, да? Значит, вот это тоже примерно он, потому что у нас гораздо больше психотипов, чем мы с вами разобрали. Это примерно он. Значит, а давайте посмотрим вот на этого. Интересно, чем закончить сегодняшнее приключение? У меня есть цель разобраться, что здесь нафиг происходит. и я эту цель как бы решу, да? Кто это? Что за параноид? И ценитель красоты, психотип называется печальный эстет, на стене. Он пришел, ему не надо как бы громкой музыки, ему надо посидеть спокойно, подальше от сцены. Пожалуйста, если ко мне будет, если вы меня матчите с танцовщицами, дайте мне девушку типа тихий омут, который придет, просто голову положит и будет молчать. Вот этот будет чему учить девушек? Жизни. Друзья, так смотрите, что нафиг с этим совсем делать? Главный вопрос, что с этим совсем делать? Значит, первое, первый вывод, который мы должны сделать. Если вы собираете креативный штурм, зовете на него, себя, дизайнера, продавца и бухгалтера и начинаете обсуждать дизайн сайта, это шляпа. Поняли? То есть, когда вы в фейсбуке выкидываете логотип и спрашиваете, друзья, выскажите свое мнение. Значит, все, что вы сейчас делаете, спрашиваете, друзья, то, что я нарисовал, соответствует вашему психотипу или не соответствует. Кто у меня в друзьях? И вы понимаете, что выигрывает этот холодец тот, кто имеет массу побольше. В текущем моменте. То есть, это не обязательно ветеран. Вот у кого сил побольше, тот продавит свою идею. Поэтому, друзья, первое, забывайте про штурмы в этом с вопросом, кому что нравится. Типа, текст написали? О, скажи, тебе нравится? Не работает. То есть, это не надо спрашивать. Надо понять по структуре, кому этот текст, кому он рассчитан. Вторая тема, что если вы работаете на силю и, например, делаете онлайн-образование, не знаю, как построить там скамейку к себе на дачу, сэкономить деньги, да? А берете дизайнера вот такого, дизайнер вам выдаст результат какой? Который нравится ему. И это будет кардинально отличаться от того, что нравится ему. И, а вы еще будете свои правочки доводить туда. И сделаете вообще какую-то непонятную конструкцию. Поэтому, друзья, выхода два. Либо вы поняли, что у вас силя. Ищите дизайнера силю, красная, синяя, скидки, шрифт такой. И говорите, окей, как бы, ну, тебе нравится? Нравится, значит, им понравится, да? Либо учите науку и отрубаете свою вот эту систему. Давайте подвинем чуть-чуть, вот здесь там подкрасим, да? То есть делаете все вот по чек-листам или как-то. Это первые, ну, первые два вывода. Второй вывод заключается в том, что если вы начали коммуникацию и сказали ни хао. То есть в контексте написали купи мой курс, получишь 50% скидки в последний день распродажи. Вы сделали такое контекстное объявление? Его заметят, или баннер там где-то, да? Его заметят силя. То есть количество сил, которые нажимают на этот баннер, будет гораздо больше, чем всех остальных. И если вы его ведете на лендинг для, например, шизопараноика, вот такую портянку со всеми техническими характеристиками, то вы человеку делаете больно, потому что вы с ним поздоровались на китайском, а начали, ну, давать ему коммуникацию какую-то совершенно другую. Поэтому основной вывод в том, что весь туннель коммуникации должен быть в рамках того типа, с кем вы работаете. Тогда вся коммуникация пройдет автоматом и очень круто зайдет. А вот я не знаю, кто-то рассылку Адамас получает? Просто интересно, пример, мы с ними работали. Есть Адамас, нет? Ювелирные магазины Адамас. Значит, примерно, если вы начнете листать, ну, смотрите, кейс очень понятный. То есть вы начнете листать их рассылку, смс, сегодня распродажа минус 80 процентов, через три дня смс. Доплатим за три грамма золота сами. Через три дня смс. Финальный ласт колл, последний звонок, успей прийти и купить с распродажи 99 процентов. То есть они транслируют вовне ну, коммуникацию, которая заходит для Сили. Да? И вот Силя приходит в магазин, а там утонченные девушки, женщины начинают с ним разговаривать. Он приходит и говорит, дайте мне золото кусок. ему говорят, вам с каким количеством граней выберите, пожалуйста, вот, чтобы когда вы зашли, весь зал озарился лучами вашего брюля. Он говорит, нет, дайте мне просто кольцо, дайте просто. И вот начинаются совершенно разные поля коммуникации. Да? Потому что они на мир смотрят совершенно по-разному. и нам, чтобы понять, вот, например, Силя попросил вас, вы это все знаете, Силя попросил вас две цепочки для выбора. Какие цепочки показывать ему? Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. толстую и ну, то есть там, где есть контраст. Толстая, тонкая, дешевая, дорогая, потому что два кольца одинаковых просто с насечками, разницы в восприятии совершенно нет. Поэтому вывод, который мы делаем из всей этой темы заключается в том, что если вы поздоровились с китайцами, значит, продолжайте с ними разговаривать на китайском. Если у вас есть какие-то продукты, то переупакуйте их хотя бы хотя бы под два психотипа. То есть сделайте яркий, многообещающий ты исполнишь свою мечту и сделайте ну, либо с подробностями, либо чуть с меньшими подробностями, ну, простым, очень понятным языком. Это первая тема. Вторая тема и последняя тема. Если у вас есть какая-то аудитория, какая-то аудитория, вы можете ее протипировать и дальше по этим сегментам начинать с каждым работать. Делается, надо просто подумать, в каждой теме это делается обязательно. Начиная от того, что вы гоните человека на какой-то квиз, например, в страницу с опросом и говорите, выбери, какое у тебя сегодня настроение. С утром проснулся, выбери. Человек выберет то, что соответствует ему. Значит, если он выбирает что-то яркое, дайте ему лендоз яркий. То есть вы можете даже трафик подтипировать и каждому дать ту коммуникацию, которая ему зайдет. Вторая, например, у вас физические клиенты. Физическим клиентам вы высылаете галстуки. Три галстука. Выбери один галстук, верни, который не понравился. Яркий галстук, черный, толстый, обычный галстук, какой-то синеватый галстук. То есть в зависимости от того, какой делает человек выбор, он предопределяет то, кто он. В зависимости от того, как он предопределил, кто он, с ним надо вести коммуникацию. Иначе получается шляпа. Поэтому, друзья, я заканчиваю. Чувствую. Чувствую. Ребят, похлопайте, как вам понравилось. Спасибо. Спасибо.